А перед началом данного ролика мы подведем итоги, которые я делал в предыдущей серии, а именно на 5 миллионов, 5 мест на 5 миллионов. Данный ролик собрал 32 комментария, разные здесь комментарии есть, надо было подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий с вашим ID ВКонтакте. Перешли мы на Лиза Найр, просто очень много раз я делал на нем свои конкурсы и итоги. Вот, вставляем ссылочку, нажимаем старт и первый победитель, конечно, может и не победитель, а может и победитель, это не победитель, регенераль, что-то громко. Второе это Данил Малышев, жаль, что конкурса не будет, вот. Итак, открылась страничка победителя на 1 миллион, давайте ему напишем. Привет, ты выиграл 1кк на смотра МТА, напиши свой ник и когда тебе удобно забрать приз. Все, отправляем. Идем выбирать дальше, крутим рулеточку. Ай, что так больно? Ну, да, крутим дальше. Вот, Максик, Максим Косенко. В принципе, мы тоже вставляем, отправляем. Так, выбираем третьего победителя. Вот Никита Макаров. Отправляем ему тоже. Крутим еще раз. Бет 05. Отправляем ему. И последний победитель. Это Кирилл. Кирилл Кальянус. Отправляем. Все, ждем ответа и даем им приз. Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами Коседа, я Эбл. Мы продолжаем играть на сервере смотра МТА номер 3. Все как всегда. И вы все поняли правильно, это последняя серия, посмотри, номер 3. Так что, присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Конечно, многие могли подумать, что это реально, типа, последняя серия. Типа, если последняя, то уже забегая с предыдущего ролика по теме конкурса, типа, если последняя, то с фиоли ты не разыграл. Но это, как бы, последняя серия на данный момент, пока нет обновлений. А сегодня, можно сказать, бизнесовые дела. Закрываем дела с бизнесами, с фуллбанком и просто копим деньги на обнову и на, там, предыдущие какие-то подарки. Я вам расскажу сегодня, как я купил 3 бизнеса. Как бы не 3 бизнеса, я купил только 2, один мне подарили. Взял я себе вот такой вот гелик 65, который я еще не продал. Этим временем мы приехали к моему первому бизнесу. Находится он вон здесь. Этот бизнес на 90 тысяч выплат. Ломбард, Эван, купила его за 25 миллионов рублей. У СССР. Вставочка вот. Так, СССР мне предлагает за 10 тысяч выплата 90. А, все верно, а то я думал, комиссия 90 тысяч, думаю, что-то очень много. Короче, купил за 90 тысяч, рубля 90 тысяч, на 90 тысяч выплаты. Теперь едем покупать мопед и едем на ЭКХ совершать сделку. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-СССР предлагает обмен. Транспорт, мопед, деньги, 25 миллионов. Вообще, по низу рынка я взял. Он продавал его за 28. Все, благодарю. В принципе, 25 миллионов, я считаю, что это по низу рынка. Следующий бизнес я еще купил где-то, ну, неделю назад, а может даже и больше. Скорее всего, даже больше. Он находится в пустыне на 120 тысяч выплаты. Мой первый и единственный бизнес на 120 тысяч выплаты. Вообще, на любых проектах МТА. Ну, я даже не говорю про бонусных. Хотя у меня даже на бонусных не было бизнеса на 120 тысяч. А, я даже не помню, где он находится. Вон здесь он находится, лол. Вроде вот эта самая правая бочка. Сейчас посмотрим, сколько мне выплаты сюда пришло. А, уже, в принципе, 1 миллион 320 тысяч. Нефтезавод. В принципе, быстро накопилось. Можем вывести сумму. Все, вывел. Пусть здесь все будет по нолям. Так, ребята, приехали отжимать бочку у пацана. Все, заезжаем. Я думал, где-то там. Не знаю. А, вот, все нормально. За 10 тысяч бизнес подарил мне на 120 тысяч выплаты, да? Хотя бы на 120. Чтобы я не проебался, да. 120, все. Теперь у меня есть бизнес. Поехали. Поехали. Он мне предложил за 10 тысяч, чтобы не платить комиссию. Я ему сейчас просто мопед закину. И закину 52 миллиона за бизнес. Чтобы вы понимали. 52 миллиона. Это пиздец. Капец, какие большие бабки. Все. Ушли. Вот, 90 тысяч выплаты, да? Бизнес стоит, ну, где-то 26-30 миллионов можно их купить. 90 тысяч выплаты. Бизнес на 120 тысяч выплаты. Стоит 52-60 миллионов. Почти. Да не почти. 2 и 2 в 2,5 раза больше. Бизнес на 120 тысяч стоит, чем бизнес на 90 тысяч. Это просто капец, какая большая разница. Но когда ты за один бизнес на 120 тысяч можешь купить два бизнеса на 90 тысяч, то это, конечно, уже габало. Еще бы я вспомнил, где мой бизнес находится, было бы вообще идеально. Третий бизнес, как я говорил, подарил мой хороший знакомый из вообще далекого-далекого прошлого, которым мы вместе играли. Это Money. Вот он здесь находится возле тонировочного центра Сан-Фьерро. Он подарил еще на Новый год вроде, или 1 или 2 числа, что такое. И здесь уже накопилось 3,6 миллиона рублей. Давайте их выведем. Вот такое. Что это у нас? Alcomarket. Многие могут спросить, типа, не хотел ли ты бы поменять свои бизнесы 2 на 90 на 3 по 120? Как бы так получилось, пока я монтирую этот ролик. Уже прошло 2 недели, и я успел продать один бизнес на 90 тысяч, который я купил в СССР. И купи себе на 120 тысяч. Смотрим. Короче, получаем шестерочку, 28 миллионов. Продаю свой бизнес, который я вот купил в СССР. Вот, когда, неделю назад. Конечно, вы эту серию еще не видели. Вот, и едем, продаем ему 90. Продаем ему 90 и покупаем 120. Садись. Вот, еще давайте снимем еще с него деньги. Лямчик. Все. Так, продать игроку. Сленд. За 10 тысяч. Все верно, все верно. Удачи. А, в принципе, я на нем заработал 3 ляма. Короче, меняемся теперь... Не-не-не-не-не-не. Так, короче, он мне, по идее, сейчас должен скинуть этот бизнес за 10 тысяч. Потом едем на ЭКХ, и ему скидываю 54 миллиона. Цены выросли, пиздец. А, 10 500, все верно. Все верно. Принять. Теперь у меня есть еще один бизнес на 120 тысяч выплаты. Так, мы теперь приехали на ЭКХ, будем меняться. Я ему даю 54 миллиона. Так, вот так. Вот, 54, раз, два, три. Раз, два, три. Все. Он меня купил за 28, а я за 54. Нормально. Все. Покупаю. Так, ну давайте посмотрим. Да, на 120 тысяч хотя бы, а то я думал уже меньше взял. Реально, 480 тысяч на балансе. Все, считай, я 500 пайки. За 53 с половой взял, реально. На этом все. Пока не выйдет обновление, снимать я не вижу смысла. И если будут один раз, может, два в неделю, и будут они про баги. Конечно, может, периодически какие-то ролики будут выходить. А тем временем, пока будут капать бабки, я буду играть там на смотри-рэйдж. Можно сказать, это сделали больше половины проекта. Просто купили безы и вышли. Потому что сделать здесь просто нечего. На этом все. Бизнесовские такие дела. Мы порешали на гелике. Крышу там поставили свою. С вами был Левен. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи. И всем пока-пока.